Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Гафур Рахимов, сидя в своем роскошном кабинете, был сосредоточен на телефонном звонке. Его собеседник был влиятельным человеком в правоохранительных органах, и тема разговора касалась сложного вопроса. Гафур Рахимов. Слушай, Салим Абдувалиева надо посадить, одним словом избавиться, чтобы не мешал нашим делам. Голос на другом конце провода. Это непростая задача, Гафур. Салим хорошо защищен, и у него есть серьезные связи. Такое дело потребует значительных ресурсов. Гафур Рахимов. Я понимаю. Деньги не вопрос. Готов выделить 50 миллионов долларов, чтобы это дело было улажено. Но я хочу, чтобы все было сделано чисто, без лишнего шума. Голос на другом конце провода. За такие деньги можно многое организовать. Я займусь этим вопросом. Но тебе стоит быть готовым к тому, что это может занять время. Гафур Рахимов. Время не проблема, главное, чтобы результат был надежным. У меня есть дела, которые требуют внимание, и я. После завершения разговора Гафур откинулся на спинку кресла, удовлетворенно выдохнув. Он знал, что его план уже запущен, и теперь оставалось лишь дождаться момента, когда Салим Абдувалиев окажется за решеткой. Гафур Рахимов неспешно изучал документы, разложенные перед ним на столе, когда в кабинет вошел один из его доверенных людей. Гафур поднял взгляд и кивком головы дал понять, что готов выслушать. Гафур Рахимов. Ты знаешь, Бахти Ташкентский начал слишком много внимания привлекать. Он уже не просто вор в законе, он стал проблемой. Мне нужно, чтобы его убрали с дороги и как можно быстрее. Доверенный человек. Понял. Как будем действовать? Этот вопрос можно решить через людей в системе, но такое дело потребует серьезного подхода. Гафур Рахимов. Деньги у нас есть. Миллион долларов за его посадку и чтобы это было надежно, без возможности откупиться или выйти под залог. Он должен надолго исчезнуть из игры. Доверенный человек. Я свяжусь с нужными людьми. Все будет сделано аккуратно и без лишнего шума. Бахти даже не поймет, откуда прилетел удар. Гафур Рахимов. Отлично. Я не хочу, чтобы его арест вызвал много разговоров, но и не хочу, чтобы он вернулся слишком скоро. Все должно быть продумано до мелочей. Доверенный человек. Не переживай, Гафур. Мы все устроим так, чтобы тебе больше не пришлось беспокоиться о Бахте. Он надолго сядет. Когда доверенный человек вышел, Гафур снова погрузился в работу, зная, что вопрос с Бахте-Ташкентским скоро будет решен. Он понимал, что такие операции требуют решительности и холодного расчета, и был уверен, что деньги, вложенные в эту игру, окупятся. Гафур Рахимов. Криминальный авторитет Узбекистана и бизнесмен Гафур Рахимов в своей жизни добился многого. Но вопреки расхожим мнениям, если бы он не занимался криминалом, то не достиг бы таких вершин, которые занимает сегодня. Гафур Рахимов родился 22 июля 1951 года в Ташкенте. Уже в 7 лет начал заниматься боксом. Далее в его биографии очень много пробелов. В годы своей молодости он занимался торговлей пирожками у кинотеатра «Казахстан». За это и получил свою первую кличку «Пирожон». Начиная с середины 80-х Рахимов, сплотил вокруг себя преступную группировку из спортсменов. Вначале занимались разбойными нападениями. Но этого оказалось мало для характера авторитета. Действовали ребята жестко, вымогая деньги у кооператоров, а также ставя их под свою длань рэкета. Именно на эти годы выпадает его знакомство со многими лидерами криминального мира, ворами в законе. Рахимов уже не тот, которым был раньше. В криминальном мире у него становится новое прозвище Гафур Черный. Гафур Рахимов стал одним из самых влиятельных криминальных авторитетов Узбекистана. Были случаи, когда Гафур Рахимов разрешал споры организованных преступных группировок на своей территории. Но эта информация тоже довольно хорошо скрыта пробелами. Вроде как его даже поставили воры в законе, смотрящем по Узбекистану. По другим данным, Гафур Черный сам стал теневым лидером криминального мира страны. Гафур Рахимов становится одним из крупных лидеров международного преступного сообщества, специализирующегося на производстве наркотиков в странах Центральной Азии. Это преступное сообщество, которое окрестили американские спецслужбы «Братский круг», состояло из очень влиятельных криминальных авторитетов и воров в законе. Поэтому понятно, какой вес в международном криминальном мире имеет этот человек, являясь по сей день одним из лидеров «Братского круга». Так как на территории Узбекистана Гафур Рахимов имел достаточный вес, то в середине 90-х он постепенно начал уходить от явного криминала и, используя свои связи, стал легализовывать криминально нажитые богатства. Восхождение на легальную ступень было также стремительно, как когда-то он наступал на криминальную. Во многом благодаря своим связям. Естественно, что при таком размахе и бизнес у него не мелкий. Основной вид деятельности группы Гафура Рахимова – все виды перевозок, автомобильная промышленность, легкая промышленность. Основные активы группы. Непосредственно нижеуказанные компании не являются активами группы, но контроль финансовых потоков и осуществление деятельности производится представителями группы «Нак Узбекистан», «Хава Юлари», «Гашк Узбек Тимир Юлари», «Сентралэйже Транспорт Ко», «Гакузов Таюл», автомобильный завод «Уздеу Моторс». Группа имеет тесные связи с высшим руководством службы национальной безопасности. Помимо бизнеса, криминальный авторитет стал и общественным деятелем. На заре своей коммерческой деятельности оказывал бескорыстную материальную помощь детским домам Узбекистана, перечислял им часть заработанных средств, на свои личные деньги приобретал лекарства, одежду, школьные принадлежности, продукты и т.д. Он всегда был убежден, что именно бизнесмены способны оказывать государству существенную поддержку в финансировании больниц, детских домов и интернатов. С 1999 года Гафур Рахимов – вице-президент Олимпийского Совета Азии от Центрально-Азиатского региона, который включает в себя пять стран – Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан и Таджикистан. Гафур Рахимов является инициатором создания и председателем благотворительного попечительского совета Мехржон «Милосердие» под эгидой Ташкентского областного совета профсоюзов. В 2010 году на конгрессе Айба Рахимов избран на пост президента Азиатской конфедерации бокса путем голосования 95 присутствующими членами Айба. Весной 2012 года разгорелся скандал, когда удалось выяснить, что через спортивные федерации Рахимов отмывал нелегальные капиталы, а также прошла информация, что Рахимов связан с заказным убийством одного из конкурентов. Избегая возможных последствий, Гафур Рахимов делает российское гражданство. 18 мая 2012 года состоялось заседание Исполнительного комитета Национальной Федерации бокса Узбекистана НФБУ, в ходе которого было принято решение об исключении Рахимова Гафура Ахмедовича из членства в НФБУ, в связи с выходом его из гражданства Республики Узбекистан. Национальная федерация бокса Узбекистана проинформировала о своем решении Международную федерацию бокса. В соответствии с требованиями устава Международной федерации бокса, исключение Рахимова Г.А. из членства НФБУ, повлечет за собой не только лишение его должности вице-президента Национальной Федерации бокса, члена исполкома НФБ Узбекистана, но и поставится президента Международной Федерации бокса главы Азиатской Федерации бокса. 18 мая 2012 года Исполнительный комитет Национальной Федерации бокса Узбекистана постановил отстранить Рахимова Гафура Ахмедовича от занимаемой должности вице-президента, члена исполкома НФБУ, за нарушение положения и норм устава, совершение действий, наносящих моральный, материальный и финансовый ущерб, а также потерю им активной связи с федерацией. Также Гафур Рахимов отстранен от занимаемых постов главы Азиатской Федерации и вице-президента Международной Федерации бокса. В Узбекистане на подконтрольных фирмах Рахимова ведутся тотальные проверки на всевозможные преступления и махинации. Гафур Рахимов и Олимпиада 2014. Гафур Рахимов вместе со своей семьей проживает в престижном районе Эмирейц-Хиллз в Дубае и владеет сетью ювелирных магазинов. По некоторым сведениям, в гостях у него будто бы были замечены жены узбекских чиновников, генералы из СНБ, аналог ФСБ и российские воры в законе. Как вице-президент ОСА, штаб-квартира ОСА расположена в Кувейте. Гафур пользуется дипломатическим иммунитетом, в организации он курирует российское направление. В частности, являлся спонсором спортивных игр «Дети Азии» и Международного форума «Россия-спортивная держава». На Олимпиаду в Сочи господин Рахимов планирует приехать вместе с семьей и поселиться в частном особняке, который был построен специально для него и семьи. Скандал обещает быть громким, поскольку в Узбекистане Рахимов объявлен в розыск, а Минфин США за организацию наркотрафика включил его в небезызвестный братский круг. В оперативных базах МВД РФ он проходит как лидер межрегиональной ОПГ и ближайшая связь ныне убитых воров в законе Япончика и Деда Хасана. А особая пикантность ситуации заключается в том, что как раз индивидуальная работа Гафура с некоторыми членами Олимпийских комитетов азиатских стран помогла России выиграть Сочи-2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас Гафур проживает в Арабских Эмиратах, время от времени наведываясь в Россию. Остается добавить, что в 90-е годы Гафура и его связи среди высокопоставленных российских чиновников и генералов разрабатывал подполковник ФСБ Александр Литвиненко, как он упоминал в своей книге «Лубянская преступная группировка», обширное досье на Гафура он передал своему руководству. Кстати, тогда директором ФСБ был нынешний президент Владимир Путин. Последний раз Гафур Рахимов посещал Москву в апреле 2012 года в составе официальной делегации Олимпийского совета Азии ОСА. Вместе с президентом ОСА шейхом Ахмадом Аль-Фахадом Аль-Сабахом он участвовал в официальных переговорах с главой Якутии, САХА Егором Борисовым, вице-президентом республики Дмитрием Глушко и заместителем Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи депутатом Маратом Бариевым, с 1 ноября 2010 года Бариев, генсек Олимпийского комитета РФ. Недели раньше Гафур побывал в Якутии, где принимал участие в торжественной церемонии зажения огня международных спортивных игр Дети Азии. Накануне визита так совпало МВД Узбекистана, объявила Рахимова в розыск, а Минфин США включил его в братский круг, однако российские пограничники не стали задерживать авторитетного человека и его помощника Ширзода Асатулаева. Лишь только некоторые якутские СМИ убрали со своих сайтов фото официальной встречи Рахимова с президентом Якутии и другими высокопоставленными чиновниками. У Гафура Рахимова есть и неофициальная биография, согласно которой он начинал с продажи самсы в Ташкенте, за что и получил прозвище Пирожок. Затем Пирожок объединил вокруг себя спортсменов, боксеров и разный другой, в том числе и сидевший, народ, чтобы заняться тем бизнесом, о котором часто рассказывалось в лихих кинолентах о 90-х. Организаторские способности молодого боксера пришлись по душе, ныне покойному деду Хасану, Усаян, который сразу приблизил Гафура к себе. С тех пор Пирожка стали называть Гафур черный, и к нему гурьбой потянулись коммерсанты в надежде решить свои проблемы. А на сайтах узбекской оппозиции имеется множество упоминаний о дружбе Рахимова с высокопоставленными узбекскими силовиками. Может быть все это и не связанные между собой вещи, но отказавшимся платить за крышу бизнесменам милиционеры подбрасывали наркотики и закрывали в СИЗО. Затем каким-то чудесным образом активы арестованных оказывались переписанными на компании, связанные с Рахимовым. Подручным Гафура, может быть из зависти, приписывали убийство кооператоров Ашота Манучана, Абдулы Салиджанова, владельца Лео Тур Ливона Гаспаряна и директора ипподрома Ашота Габриеляна, Габа. Как бы то ни было, в середине 90-х влияние Гафура настолько выросло, что в оперативных донесениях ФСБ он стал именоваться Человеком-2 в Узбекистане после президента Ислама Каримова. Цитирую, «умный, сильный, волевой и очень влиятельный человек. Находится под покровительством Ислама Каримова, который его поднял после зачисток партийного аппарата следственной группой Гдляна Иванова. Кто неофициально посещает Каримова, тот обязательно наносит визит Гафуру. Контролирует большинство хлопкоперерабатывающих комбинатов Узбекистана, доля от 10 до 15%. Располагает сильными коррумпированными связями в Бресте, через которые осуществляет отправку хлопка в Европу. Покупает большую часть нелегального хлопка из Таджикистана. За один раз способен за наличные купить до 5000 тонн хлопка по цене от 300 до 600 долларов США за одну тонну. На вилле Гафура в предместьях Ташкента проводились теннисные турниры на Кубок Президента Узбекистана. Дом Рахимова неоднократно посещали воры в законе, Аслан Усаян, Дед Хасан и Датика Цихилашвили, Дата Ташкентский. Также в донесениях ФСБ указывается. Коммерческие структуры Гафура якобы оплачивали зарубежные командировки и тайные спецоперации сотрудников Службы национальной безопасности СНБ Узбекистана. В оперативных же архивах российского МВД тоже можно найти упоминания о людях Гафура из Ташкента, будто бы наладивших вместе с лидером Уйгурской ОПГ Рустамом Габазовым, Рустам Днепропетровский, поставки героина в Москву и Питер, по данным оперативников, наркотики доставлялись вместе с хлопком, направлявшимся в Иваново. В оперативных справках МВД содержится и фантастическая история о том, как по приказу Гафура бандиты, посадили на иглу сына вице-премьера РФ, а затем шантажировали чиновника, фамилия известна редакции. Об этом доложили тогдашнему президенту РФ Борису Ельцину, но он якобы приказал не выносить ссор из избы. Фончини Козина. Впервые Гафур Рахимов попал в поле зрения иностранных спецслужб по причине деловых контактов с афганским генералом Абдурашидом Дустумом, который контролировал северные территории, где выращивают 80% афганского героина, а когда его войска разгромили талибы, бежал в Ташкент. Следующую галочку международные борцы с наркотиками поставили напротив фамилии Гафура после того, как поступила информация. Рахимов вместе с криминальными авторитетами Ваха Молодым и Мони Эльсоном будто бы засветился на палубе шикарной яхты, кремлевская княжна, принадлежащая известному наркодельцу и аферисту Рикардо Фончини, Франчини, Ратман, Бэнк, за которым охотились полицейские шести стран. На самом деле родившегося в Польше Фончини зовут Мариан Ришард Козина. Он известен своими давними связями с КГБ и штази. В 90-е годы вместе с япончиком и макинтошем поляк поставлял в Россию водку и левый спирт, проходивший через границу под видом минеральной воды. Затем активно участвовал в грандиозной афере по продаже похищенной российской нефти по квоте регионов. По документам нефть должна была реализовываться через морской порт Калининграда, однако цистерны с нефтью заворачивали у Пскова и направляли в Эстонию. Далее нефть продавалась на мировых биржах, а вырученные средства аккумулировались на офшорных счетах. Большинство фигурантов, участвовавших в хищении нефти, до сих пор числятся по категории ВИПов и обзавелись элитной недвижимостью на европейских курортах. Сейчас Фончини Козина за организацию наркотрафика отбывает тюремный срок в США, а его первая супруга Иоланта в бельгийском заключении за отмывание денег. Кстати поляк дал ФБР важные показания по делу Виктора Бута о транзите наркотиков через Таиланд. Первый тревожный звоночек для самого Гафура прозвенел 20 марта 1998 года, когда после публикации в ряде европейских СМИ об узбекском наркобороне, французские власти лишили его визы и депортировали на родину. Второй в 2000 году Рахимова не пустили на Олимпиаду в Сиднее. Потом Гафур крупно прокололся в 2003 году на 50-летие Захария Калашова, Шакра, широко отмечавшемся в испанском отеле Монтиболи. Групповое фото известнейших российских воров в законе, где дед Хасан обнимает Рахимова, попало в СМИ. Но по-настоящему крупные неприятности начались у Гафура. В 2008 году он был смещен с поставицы президента Федерации бокса Узбекистана, в его ташкентские фирмы неожиданно нагрянули налоговики, а товары стоимостью десятки миллионов долларов тормознули на узбекской таможне. По одной из версий, Узбекистан срочно нуждался в иностранных финансовых кредитах, и власти решили показать, как они неустанно борются с международными наркосиндикатами. Согласно другой, Гафур будто бы не поделил активы ипотека банка с дочерью президента Узбекистана Гульнара и его начали прессовать. Пришлось вместе с семьей срочно уехать. Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложаркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела. 2 февраля 2013 года МВД Узбекистана официально объявила Рахимова в розыск. Ему инкриминируют вымогательство, использование фальшивых документов и отмывание средств, добытых преступным путем. Олимпиада Гафура Рахимова. 22 июня 2006 года президент Мокжак Раге назвал имена трех городов-кандидатов на проведение зимней Олимпиады 2014. Ими стали Сочи, Зальцбург и Пхенчхен. По нашим данным, в начале 2007 года прошли переговоры Рахимова, занимающего пост вице-президента Олимпийского совета Азии, с высокопоставленным эмиссаром из России. На встрече визитер попросил плотно поработать с представителями Олимпийских комитетов азиатских стран, чтобы они удали голоса Сочи. Какие встречные пожелания высказал криминальный авторитет, доподлинно неизвестно, есть предположение, подкрепленное сведениями от нашего источника в спецслужбах. Будто Багафур хотел бы видеть своего давнего компаньона, депутата Госдумы, фамилия редакции известна, среди строителей Олимпийских объектов, и высказал заинтересованность в добыче якутских алмазов. Как известно, 4 июля 2007 года в Гватемале состоялась заключительная сессия МОК, и победу одержала кандидатура Сочи, за Сочи 51 голос, за Пхенчхен 47. И буквально через месяц после голосования, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев неожиданно разоткровенничался на страницах российской газеты. Цитирую, «Я могу с твердой уверенностью сказать голоса, отданные представителями в МОК от азиатских стран, а без них, с учетом и других голосов, Сочи было бы трудно рассчитывать на победу, были отданы нашему претенденту, благодаря целенаправленной работе, проделанной представителем Республики Узбекистан, вице-президентом Олимпийского совета Азии, исполнительным вице-президентом Международной федерации любительского бокса Гафуром Рахимовым». Субтитры создавал DimaTorzok